В советской Карелии 40 лет. На праздничный митинг в Петрозаводске пришли тысячи людей. О пути Карельской Автономной Республики в братской семье народов Российской Федерации говорил товарищ Сенькин, первый секретарь Карельского обкома КПСС. Затем слово взял первый заместитель председателя Совета Министров РСПСР Яснов. Дорогие товарищи, бюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза по Российской Федерации, Президиум Верховного Совета РСПСР, Совет Министров Российской Федерации Поручили мне сердечно поздравить вас и всех трудящихся Карельской Республики С 40-летием образования Карельской Автономной Советской Социалистической Республики. Пусть вечно живет нерушимая дружба народов нашей Родины, залог всех наших успехов и побед. Слава Коммунистической партии, ее Ленинскому Центральному комитету, вдохновителю и организатору строительства коммунизма. Я был здесь, на площади, среди участников митинга, слушал выступавших, и передо мной проходила вся моя жизнь. Я видел свою республику, древнюю, прекрасную страну Калевару, милее которой нет сердцу Карелого. Большая жизнь у меня за плечами, и я с гордостью подумал, в том, что Карелия неузнаваемо изменилась, есть частица моего скромного труда. Когда мне приходится бывать на Кандапожской ГЭС, вспоминаю свою комсомольскую юность. Построили мы ГЭС в срок, в 29-м году, а вся техника поначалу была лопата до тачки. Понимали, электростанции в Карелии, часть ленинского плана Гойл-Рок. В 56-м году была ток Кондская ГЭС. Это была поистине всенародная стройка. Вся страна шлёт технику на строительство в Игостровской ГЭС. Построена Маткожненская ГЭС. Сотни электростанций работают сейчас в республике. Изменили они пейзаж. Может, в молодости я здесь выслеживал непуганного лесного зверя. А теперь... Этот целлюлёзно-бумажный комбинат в Кандапоге рос на моих глазах. Рядом рос город. В Сидьяшской целлюлёзно-бумажный комбинат мы построили на удивление всей Европе. Такого там не было. Много бумаги надо строить. Построен кабинет в Питкеранте. Недавно был на надвоицком алюминиевом заводе. Довелось мне приезжать сюда 40 лет назад. Был здесь глухой полустанок. По улицам козы гуляли. Плохо мы тогда корело жили. И в шалашах доводился. А теперь решение партии. В ближайшее время каждой семье квартиру. Выполняют эту задачу домостроительные комбинаты, заводы железобетонных изделий. Четверть века работаю я на Нежском тракторном заводе. Выпускаем мы трелёвочные тракторы. Боремся за звание предприятия коммунистического труда. Про лес говорят зелёное золото. В годы Гражданской войны его называли хлебом промышленности. Не раз отправлялись мы, комсомольцы, на заготовку лес для Мартена-Панежского тракторного, для замерзающего Питера. В годы первых пятилеток страна на лес приобретала стопки, турбины, корабли. И сейчас большой спрос на наш лес на мировом рынке. Нужен лес нашим строителям, шахтёрам, химической промышленности, выполняющим великое задание семилетов. Страна высоко оценивает труд карельских лесорубов. А вся Карелия говорит спасибо ленинградским и новгородским комсомольцам, помогавшим строить западно-карельскую дорогу. Я родом из Повенца. Вспоминаю, проложили у нас до революции полторы версты тележных дорог. Так губернатор рапорт слал в Петербург. Вблизи Повенца в начале 30-х годов пролёг Беломорско-Балтийский судоходный канал длиною 227 километров. Хочешь езжай на Каспий, хочешь на Чёрное море. Не за рыбы, конечно, у нас её в волю. В последний год семилетки карельские рыбаки дадут 46 тысяч 500 тонн рыбы. На подъёме наше сельское хозяйство. По 5 тысяч литров молока от каждой коровы обязались получить лучшие доярки. По тысячи свиней откормить и сдать за год государству обязались лучшие карельские свиноводы. Идёт борьба за увеличение поголовья птиц. Так, делами, карелия отвечает на решение декабрьского пленуа Центрального комитета партии. Часто мои земляки бывают в повенецком зверосовхозе. Всякого зверя приходилось им видеть. А цветную норку не довелось. В лесах такую не встретишь. Здесь вывели. Сейчас я живу в Петрозаводске. Будете в столице, заходите в гости. Я вам весь город покажу. 40 лет назад это был городок с населением в 20 тысяч. Сейчас школьников, наверное, столько. А строительство какое? Только в этом году Петрозаводск получит 90 тысяч квадратных метров жилой площади. Вечером можем посидеть с вами у телевизора. Есть у нас свой телецеатр. Сократите. Пойдем в музыкально-драматический театр. У него большой и интересный репертуар. Или побываем в финском драматическом театре. Правда, если вы москвич, или не декады карельского искусства, были в Москве, то могли видеть эти пьесы. В честь 40-й годовщины советской карелии был заложен завод бумагоделательных машин. Слушал я секретаря обкома товарища Смирнова и вспомнил 23-й год. На закладку «Кандапожский газ» приехал Калинин. Хотел я к нему подойти, а Робертон неграмотный был. Нас Кореллов до революции грамоте не учили. А теперь в республике тысячи библиотек. Миллионными тиражами издаются книги. В нашей республике много своих писателей. В честь юбилея республики в Петрозаводске открылась выставка художников. Много картин было представлено на ней. Понравились мне Кижи Мечева, Тец Авдышева, Свинарка Коваль, скульптура Ланкина. Когда я обошел большую выставку самодельных художников, порадовался их умению видеть жизнь, подмечать приметы нашего времени, показывать нашего современника, я с гордостью думал о ярком таланте моего народа. Я слушал выступавших, и передо мной проходила вся жизнь моей республики. В словах старого большевика Дорошина звучали и мои мысли. Выступил кузнец Варухин, инициатор похода за комплексный план повышения производительности труда, бригадир шуйской фермы с обхозами Незайца Василявкина. От комсомольцев и молодежи слово взял студент университета Лескина. Своими аплодисментами я говорил «Родная партия, спасибо!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok